Обновленная парковая реконструкция набережной вдоль улицы Шмидта. Планируется, что центром притяжения главных пешеходных маршрутов Щелково станет городской парк. В рамках оперативного совещания районной администрации глава района отметил, что основная парковая зона города должна развиваться и быть привлекательной для жителей по самым различным направлениям отдыха – от культуры до спорта. В скором времени будет разработана новая концепция развития парка. 30 июля в районном культурном комплексе встается публичное слушание по новому проекту, где архитектор расскажет о своем видении, а каждый желающий сможет нести свое предложение. Одним из приоритетов в развитии социальной инфраструктуры остается создание ясельных групп. В этом году по поручению губернатора Московской области будет реализована дорожная карта по устранению очереди в учреждения дошкольного образования среди детей до трех лет. До 25 августа планируют оборудовать восемь полноценных групп и одну группу кратковременного пребывания, что создаст порядка двухсот мест для малышей. Это девятый сад, первый и второй корпус, садик номер пять, номер шестьдесят шесть, садик номер один, корпус один, тридцать четвертый садик, садик номер два, корабелька в щелково-си, садик номер восемнадцать и номер шестьдесят. Восемь врачей планируют привлечь на работу в медучреждения района в 2018-м. За прошедшие месяцы в штат районных больниц уже зачислены три новых терапевта. Еще пять специалистов рассчитывают трудоустроить до конца года. Два терапевт у нас остались в Топляновской больнице, Щелковская городская, поликлиника номер три, Шкаловская и три педиатра. Два в второй больнице, один в больнице номер один. Основной приход этих специалистов в августе месяце. Также было отмечено, что в Щелковском районе самый большой по Московской области объем компенсационных выплат за съем жилья медицинским специалистам. Компенсацию за аренду жилплощади получают 49 врачей. На совещании глава Щелковского района затронул проблему, которая вновь стала актуальной для города Щелково совсем недавно. Неприятный запах с межрайонных очистных сооружений. Уважаемые коллеги, уважаемые, что в связи с непростой погодой, которая сейчас сформировалась на территории нашего района, и в частности на территории очистных сооружений, появляется дополнительный помпаж от образованных вновь газов в связи с перегретым состоянием эловых осадков. Есть у нас такая система дезодорирования. Я попрошу увеличить расходы на это и не допускать проникновения запах на территории ГП Щелково. Также на заседании обсудили особенности реализации программы «Доступная среда», введение в оборот сельхозземель и работу с обращениями жителей на портале Добродел. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.